Это третий поток отдыхающих в лагере «Зорька». Подъем ровно в восемь. Затем утренняя зарядка. Девочки танцуют под динамичную музыку, а у мальчиков более сложные упражнения. После утреннего туалета – завтрак. Я второй раз приезжаю сюда. Здесь чистый воздух, вода вкусная. Я нашел здесь много друзей. В лагере интересные игры, добрые учителя. Я постоянно участвую в конкурсах и соревнованиях. Я, к примеру, занял первое место в соревнованиях по шахматам. За лето лагерь принимает более 1200 детей. В каждом заезде по 300 отдыхающих, преимущественно из Джалабадской, Оржской и Баткенской областей. Стараемся набрать воспитателей именно с педагогическим образованием, потому что педагоги, у них особенный подход к детям. И ребенок должен тянуться к воспитателю. С советских времен сохранилось не только название лагеря, но и режим дня, программа досуга и конкурсы. К примеру, «Алло, мы ищем таланты. Последний герой». Конкурсы стенгазет и строевых песен. «Дети здесь не просто отдыхают. Мы стараемся прививать им такие качества, как толерантность, доброту и патриотизм. Мы делаем акцент на изучение наших традиций и обычаев. У нас многонациональный лагерь, и очень важно, чтобы дети уважали культуру всех народов». Руководство лагеря не жалеет средств на приобретение различных костюмов и сценических нарядов. Ведь здесь каждый день проходят конкурсы песен и танцев. В Арсламбобе рядом со сверстниками дети раскрывают свои таланты. Летом, когда температура в долине достигает 45 градусов, здесь, в Арсламбобе, она не превышает плюс 20. Прохладная погода, моросящий дождь, реликтовые ореховые леса и аромат горных трав. Все это создает неповторимую уникальную атмосферу и отличные условия для полноценного отдыха детей. Кто хоть раз побывал в Арсламбобе, снова и снова будет приезжать сюда, говорят отдыхающие. Нургуль Саматова, Нурсултан Толубай Улу, Общественный Первый канал.